Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Маклай. Продолжаю ремонт. Я вот сидел в своей маленькой квартире. Спасибо вам огромное, друзья, за комментарий. Хотел я сказать. Огромное количество лайков у меня на видео с этого ремонта. Отец пришел. Вот. Огромное количество лайков. Вам огромное. Всем спасибо. Прям чувствуется поддержка. Да, стараемся. Вот. Соответственно, сегодня укладываем уже теплый пол. Вот. И следующий этап будет заливка. Сегодня покажу, как, собственно, уложить самостоятельно теплый пол. Это не очень сложно. Вот. Самое главное в теплом поле это все правильно купить. У меня на все про все на эту квартиру ушло 15 тысяч рублей. Это, соответственно, сама труба красная, которая нагревается. Это насос и это вот этот термодатчик регулировки. Вот. Все это 15 тысяч рублей. То есть, ну, такой вот общий бюджет. Мы, наконец-таки, доделали канализацию. Все готово. Соответственно, под душ. Подзасыпали. Вот заложили, чтобы потом можно было монтировать. Вдруг поставили. Потому что заливаться. Туалет. И отвод на раковину. Ну, как-то так пока все будет. Канализация готова. Уже кайф. Работаем дальше. Начинается следующий этап. Прокладка красной трубы для теплого пола. Какой? Как? Шитый полиэтилен. Давайте вот по-умному выражаться. Мы, короче, купили 100 метров. Сказали, что 100 метров достаточно на 21 квадратный метр квартиры. Вот. 5 метров на метр квадратный норма, да? У меня отец специалист говорит 5 метров на метр квадратный. Короче, сейчас должен быть заменевиком, как пройти всю квартиру. Зайти обязательно в душевую кабину. Еще потихоньку начнем. Будут показывать, как это делается. Для того, чтобы укрепить эту трубу, есть вот такие скобки. Сейчас иду. Соответственно, открываем одну стопку. Вот тут. Здесь. Есть. Дальше туда. Есть. И вот так потихоньку прокладываем. Главный прикол, что труба должна заменевиком пойти туда, а потом вдоль себя же вернуться обратно. Субтитры подогнал «Симон» Так, эту комнату разложили. Получается, сначала шел большой контур, и потом внутрь этого контура вкладывался еще один. И получается 20 сантиметров, ну плюс-минус, вот эти вот расстояния между этими штуками. Сейчас мы поворачиваем, уходим в ту комнату. Там делаем примерно то же самое, и можно заливать. Я уже так тысячу раз говорил, знаешь, я после каждого движения, говорю, можно заливать. Так, закидали в этой комнате. Получается алгоритм такой, смотрите, мы сейчас тянули, если будете делать то же самое, мы сейчас тянули задом наперед. Вот, то есть, вот сюда она возвращается, труба. И мы отсюда начали, поехали. И вот отсюда из насоса она выходит. То есть, по логике вещей, вот здесь она самая горячая сейчас. Да, почему не надо делать обратно? Смотрите, здесь она сейчас самая горячая, выходит, и пошла горячая вода. То есть, первая, она будет прогревать вот это помещение. Это помещение у нас самое холодное. То есть, первая горячая вода, грубо говоря, вот она прям сразу, смотрите, пойдет. Хоп, и сразу к порогу. То есть, самая горячая вода будет вот на этом витке. И здесь будет самое теплое место. Ты зашел с улицы, тут самое теплое место. Далее она сделала виток и ушла в душевую кабину. Душевая кабина, по идее, тоже теплая. Ну и потом уже пошла гулять, собственно, по комнате. Да, и вот отсюда уже возвращается остывшая вода. То есть, здесь должно быть попрохладнее, здесь должно быть потеплее. Но мы не забываем о том, что у меня есть еще батарея, и общая площадь всего 20 квадратных метров. То есть, ну как по мне, это избыточное количество тепла в этой комнате, ну и вообще в этой квартире. Но, ну раз уж делаем, то как бы делаем. Вот, и, соответственно, побольше вот этих крепежей. Главное, когда укладывать самостоятельно теплый пол, что нужно? Ну, во-первых, не запутаться вот в этой вот, во всей истории. Это сначала нужно начертить. Вот, и не перегнуть шланг. Если перегнули шланг, он поломался, все, это кирдык. То есть, загиба больше, чем вот 20 сантиметров быть не должно. Ну, и все время нужно следить за тем, куда выворачивается ваш шланг. То есть, крутить, перекручивать, чтобы не было внутри шланга, а внутри трубы напряжение. И, соответственно, он прекрасно вот так вот ложится. Лучше всего делать, естественно, это вдвоем. Один держит, второй раскладывает. И тогда получается более-менее нормально. Так, сейчас, я так понимаю, что мы, наверное, уже подключим, наполним водой. А, может быть, будем ждать, пока у нас все это дело зальется. Еще один важный момент, да. У нас тут тоже есть специалисты, рядом магазин, который, собственно, газовооборудный ставил этот котел. И там человек говорит, а зачем вы будете тратить денег и покупать насос? Ведь в котле есть насос. Вот, и если вам ставят теплый пол, вам тоже могут так сказать. В котле есть насос, зачем ставить дополнительный, это совершенно не нужно. Но, на самом деле, насос очень нужен. Он не очень дорого стоит. Ну, как, наверное, кому-то дорого, но вещь необходимая. Зачем нужен насос? Объясняю. Если у нас работает котел, он гоняет тепло, и тут вода идет как? Вода идет по пути наименьшего сопротивления. Наименьшее сопротивление, в данном случае, идти через батареи. Мы оставили батареи, и теплая вода, горячая вода идет через батарею, возвращается обратно, вот, потому что, ну, длина общего контура батареи в этой квартире, ну, допустим, там 30 метров, а длина вот этой тонкой трубы 100 метров, где в воде легче будет пройти, конечно, через батареи. Ну, и, соответственно, этот насос, он будет гонять воду через батареи, ну, и как-то чуть-чуть слабовато будет деть через теплый пол. Поэтому нужен специальный насос на теплый пол, который будет гонять воду только по теплому полу. Вот, в дальнейшем я вообще планирую, ну, батареи перекрывать. Эта батарея, она будет стоять, ну, как бы в душевой ванной, и будет, типа, полотенцесушитель. Вот, и греться теплым полом, но здесь нужно будет регулировать. В любом случае, друзья, здесь экономить нельзя. Здесь надо ставить насос обязательно, и прокладывать вот этот вот самый теплый пол. Так, остаток трубы мы отрезаем, и куда мы ее? В огород шланг поливочный. Сколько метров осталось? Что пишется? Что там должно быть написано? 12 метров. 12 метров остаток, получается, на эту квартиру ушло 88 метров. Вот, наступает самый забавный момент. Надо подключить насос в сеть. Тут вот где-то вилочка была. Хоп, сейчас мы включим насос, насос в сеть, и будем заполнять систему водой. Но топить пока, почему сейчас топить нельзя? А, она будет... А, точно. Она же нагрев, она будет расширяться. Она должна делать в бетоне, короче. Вот, поэтому... Она ее всю поведет, она вверх-вниз пойдет, если ее сейчас нагреть. Соответственно, сейчас мы ее заполним водой, потом зальем бетон, и потом уже все остальное. Так, мы открыли кран здесь, открыли кран здесь, и ждем пока вот отсюда пойдет вода. Мы сейчас в обратную сторону, получается, запускаем, да? Через обратную. То есть она у нас сейчас идет... Если сейчас отсюда пойдет вода, то... Все нормально. Отсюда сейчас воздух должен, по идее, идти, да? Идет? А, да, воздух идет. Так. Где-то покапало. Или что? А, нет, там трещать начало. Это, наверное, вода наполняется, да? О, слышите? Слышите, что трещит? Это вода пошла, она наполняется, расправляется потихоньку. Вон, одна выскочила, кстати. Все, пошла? Оп-оп-оп, ну-ка, ну-ка. Приколи. Покажи воду. Ага. Давление там, да, сейчас? Да. Подожди, а ты ее сейчас будешь под давлением туда пихать? Да, так не все. А. И закручиваем. Все, она затягивается. А там, нет, ничего не нужно, типа, пакли. Нет. Что и трещать пристало? А, давление, да. А, давление, кстати, да, у нас же давление. Вот тут три атмосферы. Это много, оно в красной зоне. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Мы уложили теплый пол, все в пенопласте, все красиво, все классно. Надо подписаться, надо лайк поставить. Еще раз спасибо вам за поддержку, за все ваши комментарии. Все читаю, очень приятно. Класс. Все, в следующий раз покажу, как будут заливать. Это уже буду делать не я, я нанимаю людей. Вот, будут все заливать, выравнивать. Там еще площадочку сделаем. Так что, в следующем видео будет уже прям совсем классно. Но, как по мне, она и так уже совсем классно в сравнении с тем, что здесь было, мышиная могила. Это уже прям совсем хорошо. Все, подписываемся, ставим лайк, увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok